Всем здарова, дорогие друзья! С вами, как всегда, Ник. Продолжаем играть с вами в различные андроид-игрушки и возвращаемся в Mortal Kombat Mobile. Сегодня у нас будет, как я понимаю, максимально недушная и спокойная серия, потому что боссов снова не будет, поэтому будем чисто промежуточных противников бить. Так, башня Б, Безумие, и идем на первый такой среднесерьезный бой. Воскрешающийся отряд Combat Cups, куча и снаряги. Но эта снаряга не башенная, а обычная. Но десяток слияний. В принципе, уже сегодня мы сможем увидеть с вами боссов. А в следующей серии непосредственно их пройти. Ну, посмотрим хотя бы, что там будет. Будет их трое или все еще двое. По сути, 150-й бой. Мне кажется, уже должно быть по три босса. Начиная с 150-го, может быть и нет. Блин, не сработала метка смерти, к сожалению. Надеюсь, он не сменится прям сейчас. Такс, хорошо. Добиваем Джонни Кейджа. Блин, жалко вышла Соня. Она сейчас выключит до конца битву моего Скорпиона из боя. Придется сражаться остальными. О, работают особые добивающие удары. Отлично. Три раза подряд. А метка смерти ни разу при этом не сработала. Я не знаю, с чем я использовал второй спецприем. Типа, ну ладно, окей, пусть будет. Но оглушение же не передастся на воскресшего противника, да, как я понимаю. Да, только ослепление. Странно, что ослепление, вот допустим, работает, да. Оглушения нет. Так, я бы хотел на нее сейчас быстро навесить метку смерти и затем добить за Саб-Зиро. Да что такое? Чего метка смерти не работает? Я 500 раз уже пытался повесить на противника. Ни разу, за все матчи ни разу не сработала метка смерти. Понимаю. Точнее, не за все матчи, я имею ввиду, а за все спецприемы, не спецприемы, а завершающие комбоудары. Ну ладно, тип, придется их добить еще раз, получается. Надеюсь, нам не даст смениться хотя бы. Шарик какой-то полетел. Ну такой, знаете, неприятный бой. То есть не то, чтобы он был каким-то особо сложным, просто он был долгий. Я долго бил их, долго. Мне еще и Скорпиона выключили из игры. Я показалось, или видел там какой-то графический баг? Я просто как раз в это время отвернулся ненадолго, увидел какую-то то ли белую полосу, то ли что это было. Или мне просто показалось тоже, как вариант. Хм, окей, следующих. Следующих давайте сюда. Ну и сейчас уже будет попроще, потому что будут противники без снаряжения некоторое количество боев. Ну поехали дальше. Что поделать. Медленно, но верно приближаемся с вами к финалу башни. Сегодня уже пройдем, можно сказать, почти три четверти без одного боя. И останется убить только боссов на 50-м, на 70-м, на 90-м. Кстати, вот за эти 50 боев последних, да, ну 51 бой, целые четыре пачки боссов. Хотя до этого пачек было гораздо меньше, чем в начале. Конечно, по сути, в обычной башне получается боссов больше, да? Или их столько же, как в фаталке. По сути, если первые боссы в фатальной башне начинаются с 20-го, то если мы посчитаем так... 20-й, 40-й, 60-й, 80-й, 100-й, 110-й, ой, 120-й, 140-й, 160-й, 180-й, 10 боссов. А если мы посчитаем в обычке, 10-й, 30-й, 50-й, 70-й, 90-й, 110-й, 130-й, 150-й, 170-й, 190-й и... Да, а в обычке получается 11 пачек боссов, да? На одну больше. Потому что боссы начинают появляться на 10 боев раньше. Не знаю, зачем я так считал. Там можно было вычислить обычное какое-то математическое... Как это сказать? Умозаключение в этом плане. Я зачем-то считал чуть ли не по пальцам. Так что такое. Так, идём дальше. Чё-то странное заметил, вот перестал работать метка смерти. А не, вовсе работает. Чё ж мне так не повезло тогда в том бою, что она ни разу не сработала. Я там сделал просто кучу завершающих комбоударов, и ни один из них не повесил метку смерти. Ни на кого из Combat Cup. Может, у них сопротивление метки смерти, или снаряга на сопротивление метки. Хотя, не знаю, есть ли вообще такая снаряга. А может, это особенность боя, и там, типа, просто реально не срабатывают метки смерти. Я вообще даже не удивлюсь, если разработчики просто при выходе этого обновления, если есть модификатор на воскрешение, просто отключают возможность срабатывания метки смерти. Ну, такое, конечно, маловероятно, но, типа, мне просто очень не повезло. Из-за этого с этими Combat Cup-овцами пришлось сражаться целую вечность. Наверное, кстати, на сороковом бою тоже будут эти... жёсткие чуваки с фулл-снарягой. Опять же, посмотрим. Так или иначе, сегодня мы чилим. Тут не должно возникнуть никаких проблем с противниками. Все они должны будут разноситься на раз-два. Я думаю, только ближе к какому-то там... с 81-го, может быть, боя начнутся более-менее адекватные противники. Да и то я не уверен, на самом деле. Я не думаю, что в обычке будут какие-то особо сложные промежуточные бои. Хотя без снаряги, если промежутки будут, и на противниках будет эпическое снаряжение, будет неприятно проходить их. Но пока вроде бы изи. У нас, кстати, вообще кайфово. Сейчас ближайшие, наверное, дня два или три будет. Я в том плане, что... у нас похолодело немного летом. Похолодало. Похолодело, блин. Вчера температура была 13 градусов, насколько я помню. То есть, ну вообще, летом 13, это офигеть как прохладно. Я прям отдохнула отлично. А то это жара, 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 жара. И причем еще вот сегодня у нас вроде бы не обещают не очень жаркую температуру. Максимум двадцатка будет. И завтра, вот завтра будет вообще офигенно, потому что завтра обещают то ли 9, то ли 6 градусов вообще. То есть, прикиньте, летом 9 или 6 градусов. Это же офигеть. Как же я обожаю холод. Это не сарказм. Я серьезно люблю холод. Отдохну хоть от этой, блин, постоянной жары. А то в последнее время было, блин, дожди, дожди. Температура в 26 градусов. Тепла, блин, жарко, душно. Влага испаряется. Просыпаешься, блин, в мокрой простыне, как обычно. Так, поехали дальше. Вот, да, жесткие противники. И у нас начинается с 140-го боя уже идут алмазки у противников. Рейн классический меня особо не пугает. У него, кстати, грозовой клинок, его 10-го слияния. Да и вообще на них, на всех, по-моему, снаряга их... Ихняя снаряга 10-го слияния. Странно, что Джейд 7-го слияния, алмазка и золотой смоук 10-го. Ну, как я и говорил, Рейн не должен быть проблемой, потому что это классический Рейн, а не МК-11. Если бы был МК-11, возможно, он был бы неприятным противником. Но обычные классические персы... ...с Рейном классическим. Хотя, конечно, они друг друга будут усилять через свои классические пассивки, но это не так, чтобы страшно. Я могу, по сути, сам на себя какой-то эффект наложить из-за пассивки смоука, да? Как я понимаю, если я буду, допустим, те же крэшинги использовать на... ...Рейне или смоуке. Давайте проверим. Ну, там, по-моему, всего 20 или 25% шанс. Да, и он не сработал. Сразу видно. А вот на смоуке уже, по-моему, с его снаряжением 10-го слияния шанс куда выше. Ну, он в любом случае не переживает спиц-прием. Тем более, что я даже на 90% не попал, поэтому никакие особо негативные эффекты не будут работать. А эффекты негативной в стиле поджога, там, да, как у Скорпиона, с базовых атак иногда поджог накладывается. Это мне, в принципе, только в плюс было бы. Это бы мне и силу восстанавливало, и здоровье. Из-за Джейт МК-11 в отряде. Кстати, мне показалось или сейчас на противниках уже было снаряжение какое-то? Неужели, начиная со 141-го боя, на них уже идёт снаряга башенная? Надо будет в следующем матче посмотреть. Сейчас у нас, по сути, с вами бруталити. На персонажах противника. То есть, Сиджак сможет проводить бруталку, и Рейден, и Терминатор, кстати, тоже. Они все умеют проводить бруталити, поэтому... Блин, не успел я повесить метку смерти, убил его раньше времени. Но она всё равно не сработала даже вот сейчас. Поэтому как бы не страшно. Давайте сразу убью его, чтобы не запариваться на эту тему. Ну да, конечно, пошёл особый добивающий, бла-бла-бла. Слишком рано начал бить, чел. Ну и добиваем. Тут минимальный урон, не важно, мы его добиваем в любом случае. По дропу пока печально. Пока ничего не упало нам. О, стоило мне только сказать, как снова билет. Этот билет меня преследует, я не знаю. Уже 31% урона дополнительного, и здоровье 62. И плюс также истощение 33% силы при спецприеме 1 до 36%. Ну, неплохо, в принципе. Скоро можно будет уже использовать этот билет. Ещё буквально пару слияний, и, может быть, его повесить на кого-нибудь. Можно, конечно, и уже повесить, он уже 3-го. Уже таким, неплохого такого слияния. Но нет, пока я не вижу, чтобы на обычных боях, на противниках, стояло снаряжение какое-то башенное. Надо будет вот на 45-м бою, когда на них 100% будет снаряга, посмотреть, есть ли среди них башенное снаряжение. Или если встретится какая-нибудь команда в других боях до 50-го, 150-го боя. Может быть, на каком-то из них тоже будет снаряжение. Так, тут у нас Джейсон Вурхиз. Ужасо. Но это не страшно. Чёрный дракон Эрон. Окей. Такие себе противники. Уже, конечно, 3 алмазных пирса, но они без снаряжения и не прокачены особо. Хотя, не, они прокачены, но они без снаряги, поэтому мы от них легко избавляемся. Не то, что имел в виду не прокачены, а скорее без... На ботах же не действует этот... На обычных ботах, не являющихся противниками Война Фракции, на них не действует этот... Карты поддержки. Во. И, соответственно, у них по своему определению... И таланты на них тоже не действуют, да? Допустим, таланты, которые увеличивают им здоровье или атаку, они тоже не работают. Ой, господи, Синдал. Как я не люблю драться против Синдал? Ну да ладно. С этими ее воротами, с оглушением, неприятно, конечно, с ней сражаться. Надеюсь, что Синдал не будет никаким боссом в этой башне. Ни в этой, ни в фатальной. Потому что иначе она будет нас так знатно подбешивать. Чистая бруталити, как скажете. Блин, почти удалось сделать этот первый спецприем. О, все, она только один раз страдил мою атаку. Повезло. От этого тоже избавляемся, но и у нас остается полумертвая китана. Да, просто ее добиваем. Очередная победка. Изи-бризи. Конечно, бои длятся чуть дольше, чем обычно, чем в начале башни. Но они не особо сложнее стали. Потому что все-таки это обычка. Самая веселая, конечно, у нас будет фатальная башня. Там прям с первого боя начнется дикая дичь. Но смотрите, еще не все противники имеют десятый уровень слияния, шестидесятый уровень. Вот сейчас, допустим, пятьдесятый вроде бы уровень и девятое слияние у Миллины Хищной. Плюс она первой стоит. Это прикольно. Модификатор высокой напряжения. Он, по-моему, бьет тебя сначала три раза молнией. На третий удар молнии она наносит повышенный урон и поджигает. Но это только нам в плюс. Типа, чтобы увейдить третий удар молнии, который кастует на тебя еще и поджог и много урона сносит, это надо просто меняться. То есть первые, допустим, два удара молнии ты вытанковал, а потом меняешься. Ой, ну начинается. Вот первый удар пошел. Все. Больше первый удар. А нет, еще один. Вот видите, снизу надпись «Истался один удар». То есть каждый, по-моему, последующий удар наносит все больше и больше урона. И последний удар он на третий. Он неплохо так дамажит. Ну и, соответственно, кладывает поджог. Поэтому надо бы желательно меняться, если не так хорошо прокачаны персы и есть шанс проиграть. Ну и если нету перса, который бы восстанавливал здоровье от огня. То есть какой-нибудь там люкан, если у вас, то может сейчас забить на эту молнию. Так, и вот, собственно, 45-й бой, в котором я хотел посмотреть, какое снаряжение у противников. Так, ну здесь обычное, здесь обычное. Странные, конечно, у них снаряги стоят. И здесь тоже обычное. Кстати, и у Шаукана, и у Рептилий есть молот гнева. Но Шаукан, опять же, он без этого. Без 60-го уровня. А так, отряд, в принципе, сформирован, как я понимаю, на Яде. Ну, давай, грузи. Поехали. Не думаешь, что их эти первые спецприемы им что-то дадут? А, у него второй аж спецприем, а откуда у него второй? Там что-то ограничение, что ли, было какое-то? Или на нем еще был и шлем Шаукана? Дай мне что-то сделать, чел, ты задолбал бить меня бесконечно. О, яд, спасибо. Яд меня хилит. Это хорошо. А можно еще яда? Блин, тут еще эта ядовитая бомба, кстати, которая тушь дамаг наносит. Неприятно, кстати. Если бы у Шаукана был второй спецприем, когда он меня бил под конец, то он бы мог меня даже забруталить, в некотором плане. Ну, это не бруталка у него, это у него особенность такая, у персонажа. Было бы, кстати, прикольно, если бы добавили еще и бруталити на Шаукана. Прикиньте, у него есть тройная бруталити, и было бы еще одно бруталити дополнительное. Он мог бы всех ваншотать еще при этом. Мне кажется, если и добавят бруталити на Шаукан, они просто переработают его пассивку, уберут из нее бруталку, может быть, что-то интересненькое новое добавят. И... Оставят бруталити то, каким оно является. Просто напишут там фразу бруталити, может, немножко ее перерисуют, и как бы все. Вряд ли они будут добавлять прям полноценно еще дополнительно одно бруталити на Шаукана, чтобы он мог два раза убивать противника. Это было бы жестко. Хотя, если бы так сделали, я был бы рад. Потому что во всем Mortal Kombat'е мой любимый персонаж, что как раз Шаукан. Ну, не считай, но басай бы-то. Даже нет, наверное, ну, Псайбат, он даже менее мной любим, чем Шаукан. Наверное, Шаукан это все-таки мой самый любимый перс. И по истории Mortal Kombat'а он мне нравится, и по... Эээ... Внешности, и по... Игре за него. Он во всем у меня занимает лидирующие позиции. Он самый уникальный, по-моему, в Mortal Kombat Mobile'е. Эээ... Потому что у него есть вот это вот добивание со второго спецприема. Бруталити. По сути, оно у него появилось первым. Еще до того, как у какого-либо другого перса появилась бруталка, у нее у Шаукана всегда была его встроенная бруталити. Да, давайте восстановим энергию и пойдем дальше. Император внешнего мира! Истинный император! Как же поиздевались над Шауканом разработчики, конечно, в... Эээ... 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 В последней части Mortal Kombat'а. Был такой крутой, клевый персонаж, они его... Эээ... Его каждый и второй шпыняет на... В одиннадцатом МК. Хотя, по сути, он должен быть ВЕЛИКИМ ИМПЕРАТОРОМ-Шауканом! Потому что вот даже все вот эти вот фразы... Сейчас я вам покажу после боя. Вот, вы слышите? You suck! Он сразу второй решил использовать. Но второй он никакого эффекта не накладывает, поэтому... Мы можем продолжить дамажить. Блин, сейчас выйдет этот засранец меня. Попытается... Законтрить. Но мы от него избавимся. Мне единственное, что нравится... Нравится, что пока нету модификатора... Достаточно всего одного. Или как там он? Один за всех, я вспомнил. Нету модификатора один за всех на обычных боях. Но чувствую, в фаталке они будут. Либо даже в этой башне под конец. Фиг его знает. Вот, что я хотел вам сказать-то. В чем еще уникальность Шаукана как персонажа? Мы, допустим, выбираем какого-то из персов, да? Или играем там в первой, третьей и другие части МК. Не все, но во многие. И выбираем перса. И теперь слушаем. Саб-зиро. Саб-зиро. И вот этим вот голосом. Голосом выбора персонажа. И... Не знаю, как в мобильном МК. Не могу утверждать на 100%. Но вот во всех первых частях МК, где был Шаукан, там именно его голосом озвучивались персонажи при выборе. То есть ты пикал какого-то персонажа, произносилось его имя именно голосом Шаукана. И вообще всякие вот эти вот фразочки, типа вот тоже бруталити, фаталити, кто-то там винц и так далее и тому подобное. Все это озвучивалось голосом Шаукана. Это было так офигенно. Раньше Шаукан реально внушал в Мортал Комбате какой-то страх. То есть он показывался именно вот жестким таким крутым мощным чуваком, который типа являлся боссом игры. Это было так офигенно. И мне очень не нравится, что разработчики его прям унижали. Заставляли всех персонажей его унижать в 11-м Мортал Комбате. По сути такой великий человек, блин, стоит на коленях, его там избивают и так далее. Это вообще какой-то капец. Я буду жаловаться в ассоциацию по защите прав Шаукана. И про его право на престол, на короля внешнего мира. Подпишите петицию по защите прав Шаукана. Ты чё, Шаукан, это прошлый век. Сейчас он рулит. Люкан, бог лох огня. Я сказал просто подпиши эту чёртову петицию. Не-не! Тут уже шиза идёт, да? Сам с собой разговариваю. Ой, боже мой. Не, реально, мне просто нравится Шаукан. Это мой любимый перс. Мне он нравится. И вот за эту, я не знаю, не атмосферу, а как это сказать, за его такой этот... Как называется, когда вот типа за харизму его, вот за харизму, наверное, как-то так сказать. Вот это мне прям очень нравилось. Я прям... Шаукан для меня всегда был таким жёстким, злым чуваком, который типа... Ну, прикольный был. Это знаете, как Джокер в Бэтмене, в некотором плане. Хотя у нас Джокер сейчас в Мортал Комбате есть. Блин, ну вот снаряга вообще не упала сегодня. Это меня, конечно, печалит. Чё, вообще без снаряги? Вообще без снаряги. Вообще ничего не упало. Даже души, по-моему, особо не сыпались. То есть чисто надропалась просто куча монет и всё на этом. Печально, чё я могу... А, не, подождите, снаряга упала, билетик же упал. И следующие боссы у нас будут ужаса. Это Кожаное Лицо и Джейсон Вурхис. Хм. Я вот думаю, смотреть мне сейчас его снарягу и их снарягу или потом посмотреть. Не, давайте я не буду сейчас себе спойлерить. И посмотрю лучше сегодня вечером, когда буду проходить их на их снарягу, чтобы, так сказать, у меня не было заранее времени, чтобы обдумать, что лучше по снаряге взять и кого из персов взять. Чисто чтобы вначале вот сыграть без снаряжения, пробовать пройти боссов без снаряжения. Один за всех, не разрушающийся иммунитет по времени и так далее. Ладно, на этом буду тогда заканчивать. А посмотрим уже боссов с вами в следующий раз и их снаряжение тоже. На этом с вами был Ник. Удачи, до скорых встреч и мы еще обязательно увидимся. На этом пока что все и пока-пока.